Мы с госпожой Суной изучили счета Хелин. Ничего подозрительного не обнаружили. Переводы или снятие большой суммы денег не было. Они приняли соответствующие меры, чтобы этого не случилось. Госпожа Суна, если бы вы знали что-то, вы бы не стали скрывать от нас, правда? Насколько я понимаю, вы меня подозреваете? Это абсолютно естественно, что мы обращаемся к вам за сведениями, как к самому близкому человеку госпожи Хелин. Я, конечно, понимаю. Я готова сделать все, что в моих силах. Касан. Господин Ильяс, прошу вас, давайте выйдем. Начнем с истории нападения на госпожу Фелис. Вы стали свидетелем телефонного разговора. Да. Зафар идет. Как дела? Малыш, нашелся? Нет. К сожалению, не нашелся. И от медбрата мы ничего не добились. Он не в курсе. Илья с Суной просмотрели банковские счета Хелин. По ним не было никаких движений. Мы даже нашли машину, на которой сбежала Хелин. И застряли на этом. Единственное, что мы знаем, что это дело рук Хелин. И это наверняка. Чтоб ей пусто было. Мы раньше знали, что Хелин совершала злодеяние. Но ничего не могли раскрыть. Она очень умная женщина. Мы никогда не найдем ему. Зачем ей оставаться здесь с такими-то связями? Женщина уже давно сбежала за границу. Вот чего нужно бояться. Тогда все будет кончено. Ребята, перестаньте так говорить. Вы доведете меня до инфаркта. Перестаньте. Нет, нет, нет. Не беспокойтесь. Этим утром для нее были закрыты все границы. Предупреждены все. От пограничников, жандармов и береговой охраны до сотрудников аэропортов. По крайней мере, Мимо не у продавцов детьми. Посмотрим на ситуацию с оптимистичной стороны. Разве Хелин не нужен Ильяс? Нужен. Она же не намерена причинять ребенку вред, чтобы вернуть Ильяса. Мамочка, ну у тебя и логика. А что делать, дочка? Мамочка. Играет музыка Есть новости Осия, здравствуй Хочешь есть? Ильяс, тогда поедем в кафе? Осия как раз пришла Мы в кафе неподалеку Зять тоже там Джем, Салиха, Омер Все там Нет никакого смысла ждать здесь Я поеду домой Вставай, Осия Пойдем Зять чуть не поймал Хелин Представляешь? Это он раскрыл то, что Хелин Причастна к похищению Он заподозрил Хелин и начал следить за клиникой В которой она лежала Но в тот момент один из ее сообщников Ударил зятя чем-то по голове И зять потерял сознание Несмотря на это он приехал в участок И сообщил новости Знала бы ты, что было с ним после исчезновения Мимо Ему полегчает от встречи с тобой И тебе тоже Субтитры подогнал «Симон»